МОБИ РЕЙ С начала сезона сменил цвет формы. Прежняя оранжевая принесла команде 5 побед подряд. Теперь пришло время проверить белую. А играть выпало против зеленого ПСК. Клуб, который первым из ульянских команд в минувшем сентябре принял участие в Кубке России. Много стояло на кону. Нам нужна была победа. Либо мы отставали уже от Мобирейта на 8, по-моему, очков. Безоговорочная лидерство в турнире на таблице сделало Мобирейт безоговорочным фаворитом матча. Больше всех забито – это Мобирейт. Меньше всех пропущено – это тоже Мобирейт. Однако в самой команде все разговоры о досрочном чемпионстве, конечно, отметают. Настраиваются на каждый поединок. Чемпионат такой, каждый может обыграть каждого. И то, что мы набрали максимальное количество очков, где-то нам повезло, где-то, наоборот, мы были сильнее. Поэтому, я думаю, чемпионат интересный в этом году. Поэтому мы не оглядываемся на эти 5 побед, которые были до этого. А нам от игры к игре идем. Первые минуты встречи проходят в равной борьбе. Возможно, Мобирейт чуть больше владеет мячом. Но только заслуга в этом именно соперника, который сознательно отдал контроль над мячом в надежде на контур-игру. И первый шанс ужалить представился уже на пятой минуте. Максим Соболев из центра протащил мяч почти до угла и пробил вдаль. Голкипер Александр Сотников справился только с ударом, но не с добиванием Максима Капралова. 1-0. ПСК. Конечно, не наигранная комбинация. Нападающий должен идти до конца на дальнюю штангу. Об этом всегда говорит тренер. Поэтому, в принципе, просто это блюли. И вот у нас это получилось. Открыв счет, ПСК еще большими силами окопался у своих ворот. Мобирейту было позволено практически все. Совершать много передач, подавать угловые и даже бить поворотом. Не позволялось только забить гол. И когда казалось, что Мобирейт вот-вот отыграется, случилась незапланированная пауза. Максим Соболев мощным ударом разбил осветительную лампу. Пока осколки убирали с поля, тренерский штаб ПСК успел внести в игру необходимые коррективы. Все, мы здесь его вдвоем сжираем в этой зоне. Если я остаюсь один, здесь игрок. Все, выдвинулся. Подсказывайте. Правая нога, левая нога. Этот игрок чуть поуже. Между собой пускай перекатывает. Но все вот эти отборы в этой зоне, вот тут активные. Но вдвоем или втроем. Едва игра возобновилась, ПСК провел еще одну разящую атаку. Ее снова, как и при первом голе, разогнал Соболев. Точнейшую передачу он сомнил Андрея Чертова, который и дослал мяч уже практически в пустые ворота. 2-0. Первая половина матча осталась за зелеными. В каждой игре мы настраиваемся детально. Мы разыграем на тренировках ситуации с соперником. Разбираем детально их видео. То есть в каждой игре будем готовиться в любом случае по максимуму. То есть мы знали сейчас, какая будет игра сумбурная, там, вязка. Ничего, ничего, давай сейчас запечь надо, и все пойдет. Не торопитесь там план, квадратные глаза не устраивайте. Не играйте в это, не футбол. Бегоднем, встаньте спокойно, переказывайте. Второй тайм прошел при полном преимуществе Мбирейта. ПСК считанное количество раз перешел в центр поля, полностью сосредоточившись на обороне. Впрочем, защищались зеленые не идеально. Они позволили сопернику ссадить множество голевых моментов. Однако все они были нейтрализованы. Одни за счет мастерства голкипера Павла Нефедова, другие за счет неточных ударов к самих игроков Мбирейта, третий за счет везения. В итоге ПСК добился важной победы. 2-0. По тактике мы как бы разбирали эту команду. Нам все сломал первый иголок, который мы пропустили. Быстрый. Установка была первые 10 минут, как бы не пропустить мяч, войти спокойно в игру и потом уже свои заготовки использовать. Мы в гонке. Мы в гонке за золото. Мы ставим самые высокие задачи. Поэтому только догонять, обгонять и занимать первое место. Мы сами не знаем, как наша команда вообще может играть. Мы можем выдать просто отличную игру, а в следующей игре мы можем провалиться. Поэтому у нас пока нет стабильности. Ну, я думаю, через игры, через тренировки это все к нам придет. Шестой игровой день в Суперлиге подарил болельщикам несколько увлекательных поединков. Кристалл и УМЗ поочередно выходили в счете, но в итоге победил Кристалл 4-2. Смена дала бой Платону, но проиграла 3-5. Лучший бомбардир чемпионата Игорь Ахмедшин из Платона отличился только один раз. А самый интригующий поединок представили Симбирск и Контактор. В воротах у горожан играл нападающий Станислав Лапшин, сменивший травмированного Дениса Андреева. Однако пропустил меньше, чем штатный голкипер Контактора Дмитрий Долгов. 4-3 победил Симбирск за счет хет-трика Артема Селюкова. И лишь юниор не испытал проблем в игре со Штальбургом. 5-0. Дважды победитель отличился Алексей Толпегин. Первое поражение Мубирейта, тем не менее, не сказалось на его лидерстве в турнировой таблице. 15 очков пока не покорились никому. Однако преследователи теперь треть Суперлиги. По 13 очков набрали Контактор, ПСК и Кристалл. Им только волю дать, тут же сместят с вершины. Набирает обороты и Симбирск. Очков у горожан пока мало, всего 6 и 7 место в турнировой таблице. Однако все прекрасно понимают, что Симбирск непременно поднимется выше. И случится это наверняка уже после седьмого тура, который состоится через неделю, 8 декабря. Горожанам в этот день играть против юниора. Кто-нибудь сомневается в победе подопечных Юрия Назарова? А вот назвать победителя матча Контактор, Кристалл, вряд ли кто-то осмелится. Это будет центральная встреча дня по всем показателям. По расположению команд турнировой таблицы, по их амбициям. В конце концов, по расписанию. Поединок стоит третьим в календаре. Это как раз экватор Тура. И все его подробности через неделю в проекте портала Управда.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова